Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 5 мая. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Очень важную сделку с бизнес-партнерами сегодня могут заключить Овны. В 1873 году Дания, королем которой был Христиан IX, и Швеция заключили Скандинавский валютный союз, повлекший за собой уравнение в обеих странах стоимости своих валют по отношению к золоту. Стать непосредственными участниками торжественного мероприятия могут сегодня тельцы. В 1891 году в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги Холл. Дирижером первого концерта на открытии был Петр Чайковский. Русский композитор, один из лучших мелодистов и музыкально-общественных деятелей. Близнецам следует быть бдительнее в управлении собственным бизнесом. Ваши сотрудники могут использовать коммерчески важную информацию в своих корыстных целях. В 1751 году во время правления короля Жузе Мануэля I португальский министр иностранных дел Себастьян Помбал обуздал власть инквизиции в Португалии, издав указ, по которому аутудафе не должно происходить без правительственного одобрения. Жузе вступил на португальский трон в 1750 году после смерти своего отца. Все дела по управлению государством он предоставил маркизу де Помбалу, сам же придался удовольствиям. Раки могут быть сегодня сверхпопулярны, и все благодаря вашим трудовым заслугам. В 1988 году прошла первая телетрансляция с вершины Эвереста. Английское название «Эверест» было присвоено вершине в честь сэра Джорджа Эвереста, руководителя геодезической службы Британской Индии в первой половине XIX века. Эверест является самой высокой вершиной Гималаев. Очень изысканный продукт сегодня могут публично продемонстрировать львы. В 1921 году во Франции компанией, основанной Габриэль Коко Шанель, впервые были представлены духи Шанель. Габриэль Банер Шанель являлась ведущим в французском Катюрье и, возможно, самой важной фигурой в истории моды 20-го столетия. До Шанель женские духи не обладали сложными запахами. Шанель выступила новатором, предложив женщинам первый синтезированный парфюм, не повторяющий запах какого-нибудь одного цветка. Принять участие в преобразовательном процессе могут сегодня девы. В 1799 году остров Святого Джона, расположенный в заливе Святого Лаврентия, был переименован в остров Принца Эдуарда. Остров является провинцией на востоке Канады, одна из так называемых приморских провинций страны. Весы сегодня могут стать участниками испытательных действий какого-либо вновь запускаемого в работу объекта. В 1929 году совершил свой первый полет АНТ-9, цельнометаллический трехдвигательный пассажирский самолет. Он был разработан в СССР в начале 1920-х годов. Скорпионы Не все могущество, приобретаемое с помощью хитрости и силы, может длиться вечно. Поэтому, если вы задумали кого-то свергнуть на своем пути, то помните, что с вами могут поступить аналогично. 5 мая 1954 года дивизионный генерал и командующий вооруженными силами Парагвая Альфредо Стресснер устроил переворот и объявил себя президентом. Его полномочия продлевались семь раз. Он преследовал коммунистов, однако по сравнению с прочими латиноамериканскими диктаторами слыл либеральным каудильо. В 1989 году Стресснер был свергнут генералом Андресом Родригесом. Благоприятный день для начала реализации новых проектов сегодня у стрельцов. В 1836 году в Бельгии, королем которой был Леопольд I, запустили в строй первую в Европе железную дорогу. Козерогам-руководителям подчиненные сегодня могут преподнести приятный сюрприз. В 1742 году во время правления императрицы Елизаветы Петровны в Москве для въезда царей были построены Красные ворота. Водолеи сегодня могут ввести какие-либо ограничения для своих сотрудников. В 1942 году, в период правления президента Франклина Рузвельта, в США были введены карточки на сахар. Настало то время, когда рыбы могут проявить себя как высококвалифицированные профессионалы в своей сфере деятельности. В 1925 году в американском городке Дейтон арестовали школьного учителя Джона Скоупса, который был обвинен в нарушении акта Баттлера, закона штата Теннисе, запрещающего преподавать эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, начавшийся через два месяца, был окрещен обезьянием и привлек внимание всего мира. На стороне обвинения выступал юрист и политик, трехкратный кандидат в президенты США Вильям Дженнингс Брайан, известный как вдохновитель акта Баттлера и других антиэволюционных законов. Стремитесь быть счастливыми, но посредством собственных сил. Как сказал римский философ и государственный деятель Сенека-младший, стыдно человеку, который одолел самые высокие вершины обременять богов. Что нужды в молитвах? Сделай сам себя счастливым. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова